Всем привет из Киева, меня зовут Оксана, и мне сегодня грустно немного снимать видосик об окончании данной работы. И не потому, что я как-то скучаю по этому процессу, или мне очень сильно нравится, я не хочу расставаться. Вот как раз-таки с точностью наоборот. Получается, я себя как бы заставляю снять последний ролик для того, чтобы полностью распрощаться с ней и уже больше не вспоминать. Странно, да? Да, данная работа перестала меня волновать еще тогда, когда мне оставалось отшить буквально четверть. То есть, это были последние два персонажа, Дракула и Мумия. Посмотрите, как это было. Ну и вот остался у меня последний этап, это вышить Дракулу. К сожалению, я, наверное, потеряла вдохновение, и у меня уже не так легко все идет. Я его рисую прям иглой, прям по конве. У меня здесь есть, конечно, небольшой такой макет, это я просто нарисовала уже со психу ручкой, потому что без всяких там крестиков, потому что уже, ну реально, хочется быстрее закончить. Крик меня зовет, я хочу как можно, как можно скорее с этим расправиться, но вышиваю полукрестиками, узкокрестиками, четвертькрестиками, чем я только не вышиваю, если честно. Пытаюсь повторить рисунок, еще бэкстич меня ждет, посмотрим, как я там глазки нарисую, рот, зубы. Надеюсь справиться как можно скорее сегодня уже завершить это и с легким сердцем уже снять с рамы и постирать. Вот я показывала в инстаграм мой новый держатель для схем, обычный морской камушек, держит мертво. Правда, иглы к нему не магнитятся, но естественно, потому что это камень. Он не пропускает магнит. Точно так же я рисовала своего Франкенштейна, не знаю почему я нарисовала ему улыбку, так мне захотелось, но на самом деле на пуговице улыбки не было, я просто срисовываю это все с пуговиц. Не знаю каким получится мой Дракула, посмотрим. Да, тогда я устала отрисовывать данных персонажей, устала что-то сочинять, что-то... В общем, у меня было такое чувство, что я готова купить пуговицы, распороть все остальные и пришить туда пуговицы, потому что надоело. Все-таки создавать схемы это не мое уж точно. Довольно долго я не могла сделать последние завершающие крестики, довольно долго я не могла собраться, постирать и оформить данную работу. Но когда я это все-таки сделала, когда я повезла работу в багетную мастерскую, меня снова постигло небольшое разочарование. По стирке, что могу сказать, как вы понимаете, здесь лен ручного окрашивания, нитки шелковые меня не беспокоили, потому что они желтые, что там линять-то нечему. Это Альон Свайгард, напомню, просто покрашен он фирмой Picture This Plus. Но немножечко он меня напугал, чуть-чуть он начал линять. И то мне уже было настолько все равно на эту работу, что увидев, как вода меняет свой цвет, я все равно забила и оставила работу в воде. Причем вода была теплая, даже не комнатная и не прохладная. Этими переживаниями я уже делилась со своими зрителями в Перископе. Ну что ж, покажу вам оформленную работу, но не удивляйтесь цвету паспорту, потому что цвет немного спорный, я согласна. Но как бы сейчас все по порядку объясню. Да, я решила сделать двойное паспорту этой работе, потому что я видела, как была оформлена точно такая же картина. С двойным паспорту и в очень классной рамке, но паспорту там было оранжевым. Такого оттенка, который бы меня удовлетворил оранжевого цвета, я не нашла. И мне понравился бордовый оттенок, который мы использовали в нижнем паспорту. Он более теплый, то есть серый, но теплый цвет, можно сказать, еще с каким-то зелено-коричневым подтоном. Выбрала его намеренно, этот цвет, потому что мы прикладывали достаточно много паспорту, хотя там выбор в той багетке очень маленький. Это была другая багетка, в которую я решила поехать ради эксперимента. Оно немножко диссонирует с цветом канвы, то есть здесь теплый, здесь холодный. Я хотела немножко сделать мрачнее эту картину, и поэтому все светлые цвета, все светлые цвета я отметала немножко в сторону. Мне хотелось мрачности. Воспринимаю ее нормально, я уже отдохнула от нее, и мне все нравится, и она меня радует. Скажу честно, мой эксперимент с паспорту и льном мне не очень понравился, то есть, скорее всего, я все-таки не буду использовать паспорту совместно с льном больше. Ну, разве что тканевая паспорту, так как в муравье в моем, да, там мне понравилось. В общем, я работой довольна. Я довольна больше процессом, чем результатом. Я не говорю сейчас об оформлении, я говорю о общей картине в целом, то есть мне больше нравился сам процесс. Ну, конечно, никакой сказки не будет, это я так преувеличенно тогда пообещала, будет скорее просто описание сюжета. Смотрите сами. Однажды дети праздновали праздник Хэллоуин в школе, и к ним прилетели настоящие привидения и разные духи и чудовища. И они захватили эту школу, и все дети убежали. В школу захватили скелеты, разные там духи, привидения, разные злые деревья, вампиры и франкенштейны. Когда привидения захватили школу, то они увидели дощечку, которая возле школы была, и там написано было «bike room rack», то есть стоянка для велосипедов. Они выкинули все велосипеды, поставили вместо них метла и зачеркнули «bike» слово, и теперь получилось «broom rack». Поставили метла и теперь летают на них в школу. Директором школы стала ведьма, которая летает на Луне. Все мышки, то есть одна мышка, которая тоже на Луне, ее помощница и дает ей советы. Учителем вампирского языка и анатомии стал Дракула. При родоведении и истории стала сова, потому что она очень умная. И она все видит, потому что летает над лесом. Дерево очень злое, оно храняет, чтобы никто не выбежал. А все сейчас на уроках сидят, и все выбежали из школы, хотят улететь. Учитель физики и химии, он учит исчезать и появляться, как привидение. Учитель музыки – это летучая мышка, которая сидит на шпиле вверху. Мама сейчас вышивает еще один процесс. Это домик, в котором живут эти все герои. Там и скелеты, и франкенштейны, там живут очень много таких персонажей, соответствующих этой вышивке. И эта вышивка, она называется домик в разрезе, домик вот этих вот всех привидений и духов. И они там живут, он четырехэтажный. Парочку слов скажу все-таки о багетной мастерской, в которую мы попали. Она находится за цирком в Киеве. Я не буду говорить адрес и название, потому что не хочу делать рекламу, потому что мне там ужасно не понравилось. Мне не понравилось отношение, то есть как общается сам багетчик с клиентами, со мной в частности. Мне не понравилось, что мои требования не были, вернее, не были учтены, только потому что я очень сильно настаивала. Я просила не делать вот этих срезов, знаете, как на уголках паспарту, вот здесь вот, где вырезается в углу, бывают порезы ножом. Я спросила по этому поводу, бывает ли у них такое, и что они делают в данном случае. Мне сказал мужчина, что да, бывает, и это норма, я к этому должна быть готова. Тут я собралась разворачиваться и уходить, а потом решила задать такой вопрос. Ну а если будут, вы переделаете? Ну просто в лоб, в наглую. Он сказал, да, переделаем. То есть он учел это, и вот в этом смысле все чисто и аккуратно. Еще один такой интересный момент. В процессе разговора, представьте, по телефону, когда звонила, узнавала, склеивают ли они паспарту, уже тогда, когда все было готово практически, да, по-моему, полностью. Я говорю, почему вы не предупредили. На что мне ответил багетчик, что, мол, мы не обязаны вас уведомлять, как мы делаем работу. То есть сам процесс изготовления рамы и паспарту. Я говорю, хорошо, а если бы вы натягивали на клей, а не на скобы, по-моему, натягивают. Если бы вы на клей натягивали работы, то вы бы тоже не предупреждали? То есть багетчики не обязаны предупреждать? Он говорит, нет. То есть это наше дело, на что мы натягиваем работу. Тут я поняла, что отношения с этой багетной мастерской полностью и окончательно разорваны. Ну, естественно. Сейчас я бы могла взять и поменять верхнее паспарту, если бы оно мне очень сильно так уж не нравилось. На этом я заканчиваю. Ура! Своё последнее видео об этой работе. И спасибо всем огромное за то, что следили, комментировали и восхищались некоторыми деталями данной работы. Я сама от них в восторге до сих пор. А мы с вами увидимся в следующем ролике очень-очень скоро. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok